Здравствуй CryDever. Ты заметил, что в CryEngine 5 позволили загружать видео в USM формате? Нет. Давай тогда воспользуемся этим и установим видео при запуске нашей игры. Нам понадобится видео в USM формате и аудио в формате mp3.org или wav. Как получить видео такого формата есть ссылка в описании к данному уроку. Скачиваем CryGame SDK проект. Находим в нем архив gomodata.pack и открываем его. У меня есть готовые видео. Ну а вы можете взять архив videos.pack. В папке assets создаем папку videos и перекидываем в нее наши видео файлы. По пути assets audio sdmixer assets создаем папку videos и перекидываем в нее наши аудио файлы. По пути assets libs создаем папки ou uactions eo elements и перекидываем в assets libs ou из gomodata.pack libs ou файлы Asimplier гггс асмплиер intro. Гггс. А в assets libs ou elements перекидываем файл Asimplier.xml из gomodata.pack libs ou elements А в assets libs.config.default профил xml нам нужно настроить карту узлов отвечающую за клавиши клавиатуры для Asimplier. Теперь вы также будете знать, где настраивать назначение клавиш, чтобы потом во флауграф выбрать нужную карту. Копируем все строки где есть приставка Оу подчеркивание. Теперь наше видео можно будет пропустить клавишей пробел. Далее нам нужно скопировать библиотеку CryGame SDK из папки BIN. Потом прописать путь к библиотеке CryGame SDK в файле своего проекта. Так как я закинул библиотеку в папку BIN, а не в папку VINX64, то прописываю полный путь. Пол дела сделано. Далее запускаем редактор и настраиваем триггеры музыки. Создаем папку Videos и два триггера. Подписываем наши триггеры для удобства, закидываем музыку и настраиваем громкость звука. Начало воспроизведения и максимальную дистанцию при которой будет слышно звук. Далее настраиваем ноды во флоу граф. Накидываем следующие ноды. OU Event System on System Started это нод события, который срабатывает при запуске игры. Video Video Playback это нод отвечающий за запуск видео. Обязательно нужно указывать индивидуальный ID. Audio Trigger это нод отвечающий за запуск аудио. Mission Load Next Level это нод отвечающий за запуск игрового уровня. Есть один момент, уберите из файла проекта команду запуска карты, чтобы два раза не загружали ее. Logic Any это нод отвечающий за условия отправки положительного результата, если какой-то из нодов пришлет ему положительный результат. Вместо этого нода вы можете выбрать также нод Logic Core. Суть всей настройки. Запускаем игру, потом запускаем первое видео и аудио к нему, потом следующее видео и аудио к нему, потом загружаем наш уровень. Условия если аудио проиграло быстрее видео, то отключаем видео. Если видео удалено или остановилось, то отключаем аудио и переходим к следующему ноду. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сохраняем флауграф и тестируем игру. Субтитры создавал DimaTorzok На этом урок окончен. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях мнение об уроке, а также свои пожелания. До следующего урока.